привет друзья с вами варчик присаживайтесь костру греетесь весенний такой вот прохладный дождливый день я вам хочу кое-что рассказать про картошечку что в ней последнее время происходит это не будут какие-то новости которые вас вдохновят на светлое будущее картошки поскольку позитивного рассказать про картошечку последнее время абсолютно нечего и казалось бы как же нечего если новый балансировщик вода месяц уже начинают делать видосики как же они замечательно поиграли на евро сервере их кидала просто всегда ну или очень часто в топ они веселились получали удовольствие и в целом было вообще отлично играть но почему-то никто не задавался вопросом почему так и где вообще хорошие игроки на евро сервере я захожу на евро сервер очень редко но когда последний раз я это делал мне попадались довольно таки нормальные игроки которые заряжали голду и что-то из себя представляли в плане скилла вчера я зашел на евро сервер и хороших игроков я не встречал вообще даже более того мне казалось что я играю в какую-то картошку которая вообще только вот появилась только вышла на игровые просторы и люди вообще не знают что это за игра только осваивается в ней вообще не понимают во что они играют во все игры в основном поначалу играют большинство очень слабо поскольку они еще не освоились в игре так вот оказывается на европе сильные игроки за последнее время просто ушли из игры поскольку патчи которые там выходят им не понравились возможно еще какое-то отношение со стороны варгейминга европейцам виднее что у них там происходит с картошкой но факт есть факт люди в европе считают вартул танк устаревшей игрой некоторые идут играть в war thunder кто-то просто перестал играть но сильных игроков в рандоме на европе вы фиг найдете по крайней мере их стало в миллион раз меньше в первый день я играл против таких слабеньких игроков что просто смешно было как они катаются и вообще не понимают что они делают их даже ботами не назовешь это просто была клоуна да и цирк было такое ощущение что это какой-то закрытый бета-тест и люди первый раз в это играют хотя буквально полгода назад или год назад я заходил на евро сервер и там было играть сложнее но сейчас все изменилось в ту сторону что там вообще нет сильных игроков у нас на ру кластере тоже такое заметно что есть отток хороших игроков из игры но на европе это очень сильно отразилось и сегодня когда я днем играл там онлайн был 20000 всего лишь 20000 игроков играли world of танк днем может быть в другое время и больше онлайн но днем всего лишь 20000 также еще что очень важно и интересно вода мессики побежали тоже некоторые поиграть на европе поиграли один день и сразу побежали делать видосики но делать видосики после первого дня это ошибка почему в европе очевидно и для всех понятно и все знают что в первый день игра тебе якобы поддается и играть тебе проще так и было в первый день я играл на одном из самых отвратительных танков которые вообще не люблю т-34-3 было около двух боев которых я не пострелял 3-4 тысячи урона все остальные я набивал тонны урона на этом отвратительном танке что же было на следующий день а на следующий день было следующее балансировщик уже не кидал меня так часто в топ я играл уже в какой-то более простой рандом с обычным балансом и я уже не ощущал какого-то сверх нагиба и было всего лишь пару боев которых я подстрелял один или два но вчера я пострелял все бои кроме парочки а сегодня у меня танк взрывался примерно каждый второй третий бой но вчера я нагибал просто как зверь первый день картошечка мне поулыбалась типа ты давно не играл заходи вот нагибай второй день все ты уже понагибал теперь давай посливайся как по мне это вообще не нормально такое отношение к игрокам типа ты давно не играл вот тебе по нагибай следующий день все нельзя нагибать еще я заметил очень часто попадались бои 3 pt 3 lt 3 арты сказать что это неприятный бой ничего не сказать поскольку это просто бредятина умножаем это на нулевой скилл европейских игроков получаем просто цирк что еще хочу сказать по балансировщику по-новому поиграл я в первый день еще на шестом уровне в первый бой меня кинуло против четверок это был абсолютный топ как мы еще знаем если мы давно не играли на каком-либо танке то первый бой балансировщик старается кинуть нас в топ но может и не кинуть вот он постарался первый бой кинул меня в топ следующие же бои я все играл внизу списка и это при новом балансировщике сказать что новый балансировщик улучшился ничего не так отвратительно внизу списка пока до играть это просто жесть вот и льготные танки до картина улучшилась в первый день во второй день я уже не ощущал по балансировщику ничего поскольку мой танк просто взрывался каждый второй третий бой я бою в принципе не видел вообще плюс еще сильные игроки в европе ушли и в целом на европе вообще делать как-то нечего разве что заходить раз полгода один день по нагибать и лучше туда больше не заходить еще полгода ну либо один месяц то есть европейский сервер это такой вот место для отдыха один раз в месяц честно говоря это полнейший бред еще один из зрителей обратил внимание что я говорил про линию фронта в одном из боев арта добила одну из пушек арт батарею там или как она называется я сказал что это ненормально когда арта дамажит эти пушки которые мы защищаем поскольку это просто ненормально когда наносится урон по точке которую надо защищать неизвестно откуда издалека с неба убрали бы урон фугасами по этим арт батареям и все было бы нормально но этот зритель спросил там у разработчика или у кого там в техподдержке и ему ответили что это нормально понимаете уровень развития разработчиков игры world of tanks у них нормально когда . которую надо защищать дамажится неизвестно откуда с космоса и я так про все это думаю что сейчас происходит в картошке и может быть я ошибаюсь что картошка еще долго будет не разваливаться а жить может быть она уже собирается развалиться ведь world of tanks держится только на нас на ру комьюнити остальные уже забили на эту игру и нормальных хороших игроков уже нигде не найти даже у нас уже все больше и больше одних слабых которые играют как попало а те люди которые серьезно играли в игру они некоторые уже ушли тут даже уже не хочется очередной раз засирать world of tanks но мне кажется он уже сам себя засирает просто если эти все события слаживать в кучу то получается world of tanks полнейший маразм а люди которые разрабатывают world of tanks считают себя какими-то богами и вообще не не обращают внимание на реальную ситуацию все действительно очень плохо и они существуют за счет наших донатов в игру только потому что ру регион еще не отвернулся а терпит до сих пор эту игру с вами был варчик играть красиво всем пока и и Субтитры создавал DimaTorzok